Я не знаю, насколько ты слышал в нашем эфире или нет, потому что... Я не слышал, вкратце. Может ты хорошо слышишь? Да, послушай, потому что эфир... Может ты хорошо? После Фейгина можешь... Но я содержание знаю. Всем привет, мы Д'Артеньян. Предлагаю развить эту тему, она никогда не меняется. В веках она... Да, вот культура. Культура. Запустила... Большая культура для большой игры Украины. Во-первых, я хочу сказать, что я рад оказаться в обществе людей, которые умеют определить предмет высказывания. Потому что, как выяснилось внезапно, в стране этого мало кто умеет делать. Да. Вот, как бы... Я бы аккуратно сказал так. Умеют понимать, о чем они говорят. Да, умеют понимать, о чем они говорят. Потому что, ну, как бы... Даже не хочу объясняться. У меня настолько идея инкрызия к этому... К этому самому. Ну, хорошо, я найду сейчас все силы и еще раз поясню, что я имел в виду. Маленькая культура. Это культура маленьких реакций на большие вызовы. Она может быть на украинском, она может быть на сухе ли, она может быть на русском, на марсианском, на каком угодно. Она не перестает быть от этого маленькой. И дело же не в том, что она на украинском и на украинском материале. А дело в том, что есть суч Укркульт, такая группа людей, которые восприняли это как плевок в национальное самосознание украинского народа. Что я украинскую культуру назвал маленькой. И устроили из этого флешмоб, типа, наша культура... Да, она трюхи больше, чем Дума Арестовича. При том, что первые... Самое смешное, что я в жизни первые серьезные, небанальные высказывания за пределом академического курса философии, например, и всего остального, мировоззрения, услышал на украинском языке. От Дмитрия Корченского в свое время. То есть я, будучи еще совсем юным пацаном, я посмотрел, что можно мыслить парадоксально. Я из-за него и при нем начал учить украинский язык и так далее, и так далее. Не отягощая себя абсолютно, потому что в те времена его... Можно было служить в армии и не знать украинский. Я только письменно знал о русском и так далее. То есть у меня вход в мир небанальных смыслов как раз на украинском произошел. Поэтому я последний, кто бы сказал, что украинская культура маленькая. Но вот эта публика, маленькая тусовка, она начала агрессивно защищать тезис о том, что украинская культура большая. Второй тезис, что не бывает больших и мало культур, что это российский дискурс и так далее, и так далее.